Типичный пейзаж центральной Флориды, равнины, поля, пастбища, джунгли, джунгли, поля. Дороги прекрасные, качество удивительно, ехать можно с любой скоростью необходимой. Погода меняется постоянно, вот 5 минут было солнечно и проливной дождь, это нормально, если вам не нравится погода во Флориде, подождите 5 минут. Главное в этом деле иметь правильное снаряжение, моя куртка, мои штаны, шлем, перчатки позволяют перемещаться спокойно в такую погоду. Вот отцикл есть электронный в нашей жизни, поэтому это тоже достаточно безопасно, главное не перебарщивать со скоростью. Порой ты просто едешь часы по дороге, слушаешь какую-нибудь аудиокнигу, думаешь о чем-то важном или не важном. Такая вот мужская история, мужику нужна дорога. Кто не пробовал, настоятельно рекомендую. Вы давно сидите, да? Ну, приехали где-то через уже 20, наверное, минут уже. А ты что, так приехал? Да, я 5 минут назад. Акичоби лейк. Какой-то порт забыл, как называется здесь. Витас, не помнишь, как здесь порт? Не знаю, там есть порт чуть-чуть подальше. Погодка такая, штурмовая. Очень хорошая. Если будет дождь, я остановлюсь переодеться, хорошо? А сейчас уже как бы я enjoy этот, you know, experience, потому что не каждый день так прохладно по Флориде, понимаешь? Какая потрясающая гроза. Потрясающе. Потрясище, а тут надо. Ну, вот эта тема с BMW-совым обмандированием, что надо постоянно переодеваться. А что? Ну, не надо переодеваться, надо делать все. Ну, понятно, надо делать. Опция купить просто куртку с этим слоем. Поего рода стриптиз наоборот. Смотри, не упади. А здесь ты просто застегиваешь, расстегиваешь. Как у тебя заводится, покажи, я покажу. На самом деле, сколько? 12 лет разницы, да? Сколько, какого года? 2008. 2008, да, ну да. Это был у меня Enduro. И что, обратно вернулся? Нет, ему есть. Ну, разницы. Enduro, это для... Мы почти не видим. И поехали по дороге, которая идет вокруг озера Кичоби. Крупнейшее пресноводное озеро Флорид, оно прямо посередине полуострова видно. Везде есть космос. Дорога является достопримечательностью. Там маленькие городочки вокруг. Озеро не всегда видно, но это действительно хороший, интересный маршрут. Немного трафика. Достаточно мощности? Достаточно. Ну, там, у него там RPM до 12 тысяч. Как это может быть? Да. Ну что, мы поедем дальше, соответственно, да? Не будем кушать. Как вы? А тут можно кушать? Не знаю. Ну, пахнет ли какой-то едой. как вы себя чувствуете не промокли что дождь нет ветер хорошо прокатились а что это как его губы идеаль фидель где фидель суши его все время занятой невозможно договариваться и поедем поедем там один точнее не поедет а ты не договаривайся задолго у него есть на пасеку еще да да ты все три да ну ты как это понимаешь достаточно я бы хотел если я бы купил я их челик еще легче купил как у девитос а где-то 40 какой-то решить это то есть понять чистый очень чистый здесь езда другая мотоцикла одного для all-purpose наверно нету но вот гусь максимально к этому приближу понимаешь я тебе скажу что что я про этого он тебя как бы не заставляет делать дурных поступков понимаешь он такой про себя говоришь что вот а может быть это не надо давай давай еще ты что ты можешь давай поехали опасно 2007 года это девятнадцатый 12 лет эволюции что собираемся что а а а а а а а а а Продолжение следует...